Добрый день, дорогие телезрители. Я Вадим Василевский и Юлия Быстрякова. Сегодня покажем вам упражнения, которые максимально дают эффект и минимум затрачивать время. Те упражнения, которые мы вам продемонстрировали, можно выполнять дома у себя, которая максимум займет вместо 2 на 2 для того, чтобы ничего не разбить и максимальный эффект вы получите от этих упражнений. Не у всех дома имеются, конечно, гантели, штанги, поэтому будем использовать обычный коврик, утяжелители, ну и какой-нибудь либо бодибар, если у вас есть исцелин, вы можете использовать подручные средства, допустим трубку от пылесоса. Главное, чтобы он был прямой предмет и длиной около метра. Он не обязательно должен быть тяжелым. В начале нагрузки вы должны прогреться. Под динамичную музыку вы можете шагать, при этом вы будете разогревать суставы, кистевые, круговые движения, вращательные локтевые во внутреннюю и во внешнюю сторону, приблизительно по 10 повторений выполняете, и плечевые, прямыми руками, махи вперед, махи назад. После чего вы немножко разогрейтесь, растяните мышцы, наклоны вперед, уводим в стороны корпус и другую. Подготавливаем мышцы к нагрузке. Прежде всего вы должны выполнить каждое движение по 15 повторений. После чего мы ложимся на коврик. Сначала мы вам покажем облегченный вариант. Принимаем положение лежа, пока без нагрузки. Утяжелите, мы не вешаем. Ложимся на бок, упираемся в левый локоть, при этом слегка делаем прогиб для того, чтобы нагружались у нас мышцы пресса. Упор идет либо на стопы, либо на коленях. То есть, если вам тяжело, вы ходите на колени. Если вы можете удерживать планку на стопах, держите на стопах. То есть, нагружаем косые мышцы и боковые пресса. Стоим около 15 секунд. Когда вы чувствуете, что подустали, ложимся, то есть тазом упираемся в пол и при этом начинаем делать маховое упражнение ног. Поднимаем ножки вверх. Здесь нагружаются у нас уже ягодичные мышцы и внешние мышцы ведра. Выполняете от 15 до 25 повторений. Назад старайтесь сильно не заваливаться, потому что нагрузка у вас уйдет, если вы завалитесь. Немножко держите бедро вперед. Можно еще усложнить это упражнение. При подъемах мы еще поднимаем корпус вверх и приподнимаем ногу. Теперь задерживаем и поднимаем просто ногу. При этом у нас нагружается и боковые мышцы туловища и мышцы ног с ягодицами. Хорошо. Точно то же самое вы будете делать наоборот. Упираясь уже в правый локоть, переворачивайтесь и поднимаете естественно уже левую ногу. Следующее упражнение после чего выполнили. Разворачиваемся животом в пол. Становимся в упор на прямые руки. Ставим чуть шире ширины плеч. Выходим на ноги, на носочки. Отжимаемся. Работают у нас грудные мышцы и мышцы рук. Отжимаемся три раза. После этого мы сделаем упор и поднимаем ногу прямую вверх. Поднимаем полностью. Вверх выдох. Опускаем на вдох. Выдох вдох. При этом нагружается у нас ягодичная мышца и под ягодичная. Выполняем пять повторений. Ставим. Опять отжимаемся. Три повторения. Поднимаем. Выдох вдох. Выдох вдох. Задержали вверху ногу. Теперь опускаемся. Делаем отжимания. Уже при этом задерживаем ногу вверху. Фиксируем ее. Опускаемся на вдох. Подъем на выдох. Теперь сгибаем ногу в колени и поднимаем таким вот образом. Сунутые ноги в колени. Опять же работают у нас ягодичные мышцы под ягодичные. И много уже нагружается двуглавая. Дальше мы упражнение вам покажем более облегченное. Если вам тяжело отжиматься широко поставив руки шире плеч, мы уже делаем упор на прямые руки на ширине плеч и при этом локти у нас уже расходиться не будет и будем прижимать их к корпусу. Здесь будет уже задействованы как грудные мышцы, но больше еще больше идти нагрузка на 30. Вам будет легче делать это упражнение. И то же самое делаем. Если вам сложно выполнять допустим по 5 по 10 повторений подъемов и потом отжиматься. Отжимайтесь меньше раз. Допустим не три повторения делаете, а одно два. Ну сколько получается. Если получится больше, делайте больше. И насчет махов тоже выполняете от 5 до 15 повторений. Это с утяжелением. Если без утяжеления делайте, достигайте 30 повторений. Итак, мы сейчас покажем вам более простом варианте. Ставим руки на ширине плеч. Когда мы опускаемся, прижимаем локти к корпусу, поднимаемся, выпрямляем. Вдох, выдох. Опускаемся на вдох, подъем на выдох. Старайтесь смотреть вперед, чтобы не в пол вы смотрели, а вперед. Задержали. Поднимаем ножку. Уже левую ножку поднимаем. Поднимаем. Делаем 15 повторений. При этом мы стоим в упоре. У нас работает практически все тело. Наружается хорошо у нас руки, плечевой пояс, грудные мышцы спины, так как мы находимся в прогибе. При этом работаем ногой. Хорошо. Задерживаем ногу и уже опускаемся в таком положении. Выдох, выдох, подъем. Вдох, выдох. Сгибаем ногу в колене и поднимаем уже согнутые в колене ноги. Хорошо. Если вам сложно выполнять упражнения в упоре, становитесь тогда в упор в локте. То есть, делайте упор уже в локте. И то же самое делаете. Хорошо. После того, как вы выполнили эти упражнения от трех до пяти подходов и количество повторений от 15 до 25 в каждом маховом упражнении, вы уже переходите на упражнение более сложное, так как вы уже прогрели немного суставы и мышцы и переходим к более сложным упражнениям. Это упражнение уже выполняется стоя. Далее мы продемонстрируем упражнения более сложные. То есть, это уже много суставные упражнения. Мы используем для нагрузки плечевого пояса у нас любой атрибут, который длиной около метра. В данном случае мы используем бодибар. Мы делаем приседания. Приседания не простые, а волшебные. С поднятием штанги над головой. То есть, это упражнение, можно сказать, что пришло к нам из тяжелой атлетики. Оно является многофункциональным и комплексным, так как будем нагружать практически все тело. Итак, ставим ноги на ширине плеч. Стопы слегка развернутые. Берем штангу на ширине плеч, чуть-чуть шире, чтобы задействовала нас больше мышцы плеча. Итак, садимся, приподнимаем штангу вверх. Делаем вдох, опускаемся, выдох. Вдох, выдох. Сильно не спешите. Старайтесь сконцентрировать свое внимание на ягодичных мышцах. То есть, при приседании вы должны уводить как можно дальше таз назад и при делать прогиб в спине. Сильно назад штангу не заводите, чтобы не травмировать плечевой сустав. Опускаетесь. На вдох, поднимаетесь на выдох. Опускаемся на вдох, поднимаемся на выдох. Как видите, у нас задействованы полностью мышцы рук. Слегка работает грудная мышца и мышцы спины, естественно. Это можно упражнение утяжелить. Каким способом? Когда вы поднимаетесь, оставляете держать руки вверху и при этом отводите ногу назад. А теперь будем чередовать. Сторону села назад. Это упражнение можете еще чередовать. То есть, присели, отвели ногу на сторону, присели и отвели ногу назад. Чтобы за один подход, вы максимально нагрузили все мышцы. Еще немаловажный момент. Когда вы делаете отведение в сторону назад, вы руки не опускаетесь. То есть, у нас руки постоянно вверху. Приседаем мы 20 повторений. Когда усложняем, делаем приседания с отведения ноги в сторону или назад на 15 повторений. Если вам тяжело делать вместе с приседаниями отведение ног назад и в стороны, вы можете сделать приседания, поставить бодибар перед собой либо свой предмет, сделать небольшой упор и делать махи в стороны и назад. Когда вы делаете махи в стороны, здесь вы при этом еще корпус немножко отводите. Для того, чтобы прорабатывали и закачивали свои отложения жировые. Выполняете по 25-30 повторений. Следующее упражнение у нас приседания с подъемом колена вперед и подъемами штанги из-за головы. То есть, ставим ноги на жирные плечи. Для приседания ложим бодибар на плечи. Хват чуть шире ширины плеч. Приседаем, делаем вдох, подъем, уводим колено вперед. Вдох, колено вперед. Вдох, подъем, выдох, колено вверх. Выполнили по одному повторению. Поднимаем штангу из-за головы три повторения. При этом упражнение вы развиваете скоростно-силовые качества свои. То есть, вы присели нагрузили ягодичные мышцы, мышцы бедра. При этом еще подняли, загрузили мышцы пресса. Когда остановились, поднимаете штангу из-за головы. У вас прорабатываются мышцы плеча, ну и рук, естественно. То есть, тем самым у нас циркулирует кровь по всему телу. И так максимально мы добиваемся эффекта сжигания жира. Следующее упражнение у нас после приседаний будет вышагивание в три плоскости перед собой, в сторону и назад. То есть, мы ложим бодибар на плечо. Ложим бодибар на плечо. Беремся поудобнее, чтобы вам не давило шею. Опускайте чуть ниже на трапецию. Шагаем вперед, делаем выдох. Вдох, выдох. Назад. Вдох, опускаемся, подъем, выдох. Вперед. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выполняйте в каждую плоскость по 15 повторений. Если вам легко удается выполнить это упражнение, вы можете его слегка усложнить. Вы делаете шаг вперед, поднимаем колено вверх. Шаг в сторону, при подъеме колено вверх поднимаем. Назад, при подъеме колено вверх. Хорошо. Это упражнение можно выполнять еще с утяжелителями на руки. То есть, там вы уже будете прорабатывать вместе с вышагиванием, вместе с ногами, будете прорабатывать еще плечо и руки. Советую делать это упражнение, допустим, два подхода вы делаете с бодибаром и два подхода вы делаете уже с утяжелителями на руках. Для того, чтобы проработать мышцы рук. Утяжелитель подбирайте для себя. То есть, можете с минимального начинать с полукилограммов и уже потом с увеличением постепенно доходить до двух с половиной. То есть, насколько у вас позволяют ваши мышцы. Как я говорил, разнообразие этого упражнения, это мы делаем с утяжелением. Мы делаем выпад с подъемами на плечи. Вперед, в сторону, назад. И еще такой вариант с подъемами на бицес. Вышагиваем, поднимаем на бицес, сгибаем локтевые суставы. И можно комбинировать бицес, подъем в стороны, подъемы на плечи. Обратно на бицес. То есть, уже тут играет ваше воображение. Как вам удобно, так вы и делаете. То есть, как вы видите, мы прорабатываем здесь полностью все группы мышц вашего тела. Включая руки, плечо, ноги. И тем самым вы тренируете свое сердце, так как это является кардионагрузкой. И оно сочетается вместе с силовой. То есть, вы прорабатываете. Одним выстрелом убиваете двух зайцев. Следующее упражнение, которое мы будем делать, оно развивает у нас скоростно-силовые качества. Там прорабатываются не только медленные волокна, но и быстрые. Мы выполняем приседания, пять повторений, после чего мы делаем выпрыгивания вверх. Тоже около пяти повторений. Так вы выполняете пять кругов. То есть, вы сделали поочередно пять приседаний, пять выпрыгиваний. И так вы делаете, допустим, в общее количество у вас получится 25 выпрыгиваний и 25 приседаний. Итак, ставим ноги на ширине плеч. Можете руки на пояс положить. Можете руки положить себе на грудные мышцы. Можно делать вообще приседать, допустим, садитесь вы, когда руки у вас на пояс, а поднимаетесь, уже выпрыгиваете и руки тянете вверх. Ну, кому удобно. То есть, мы покажем в разных вариациях. Первая вариация у нас будет руки на пояс, приседаем три-пять повторений и потом выпрыгиваем три-пять повторений, уже вытягивая руки вверх. Итак, садимся. Вдох-выдох. 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 И теперь выпрыгиваем. Руки вверх тянем. И смотрим вверх. Хорошо. Приседаем. Раз, два, три. Это упражнение можно еще как бы усложнить тем, что вы будете поднимать руки вперед. Если будет легко вам это выполнять, это упражнение, вы можете затяжелить. Раз, два. Начинаете сначала от трех повторений. То есть, три приседания делаете и три выпрыгивания. Потом можете доходить до пяти в одной сессии. Когда прыгаете вверх, старайтесь как бы тянуться к солнышку. Чем выше вы выпрыгнете, тем лучше. Следующее упражнение у нас мертвая тяга. Сначала покажем о более простом варианте. Ставим ноги на ширине плеч. Ставим стопы прямо. Делаем прогиб. Плечо немножко назад. Опускаемся, делаем вдох. Подъем-выдох. Когда мы опускаемся, колени слегка у нас согнуты и уводим таз назад. Спина у нас в прогибе все время. Опускаемся, вдох. Уводим таз. Подъем-выдох. Сильно низко не опускайтесь. То есть, достаточно вам опуститься чуть ниже колен. Вдох. Подъем-выдох. Когда поднимаемся, немножко плечо назад заводим. Для того, чтобы локти нас сомкнуть. Лопатки, чтобы сомкнуть. То есть, заводим как можно дальше лопатки назад и плечо. Вдох. Поднимаемся-выдох. Выполняйте это упражнение от 15 до 25 повторений. Упражнение можно утяжелить тем, что мы приподнимаемся на носочки и поднимаем еще плечо вверх. Здесь мы включаем еще и кроножные мышцы и мышцы трапеции. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Опускаемся. Подъем. Выдох. Опускаемся на вдох. Это тоже одно из базовых упражнений. Здесь задействованы, опять же, у нас практически все группы мышц. Чем вес будет больше у вас утяжеления, тем сложнее оно выполняется и больше сжигает колорий. Самое важное, чтобы мы перемещали центр тяжести назад. То есть, у нас упор был не носки, а на пятки. Когда мы опускаемся с весом. Ох. Давай одновременно. Поднимаемся и поднимаем. Подъем сразу. Оп. Следующее упражнение мы будем уже выполнять лежа на коврике. То есть, мы садимся, принимаем положение сидя на коврик. Упираемся руками назад. Ложимся, ноги выпрямляем. Сначала мы делаем упражнение на удержание. То есть, у нас упор идет назад. И приподнимаем таз. Чуть выше. Еще тянем таз вперед. Вот, выпрямляемся. И держим. Держим около 20 секунд. То есть, упражнение выполняется у нас в трех подходах. От 15 до 50 секунд можно выдерживать. Чем дольше вы держите, тем лучше. У нас грузятся руки. Мышцы пресса. Мышцы спины. Ну и ноги, естественно, отключаются. Так как мы находимся в напряжении. Хорошо. После этого мы садимся. И приподнимаем колени к себе. Итак, упираемся. Приподнимаем таз. И поднимаем одну ногу прямую. Раз. Вторую. Два. Выполняем три повторения. Потом сгибаем в коленях. Можно выполнять поочередно. Допустим, по одному повторению. Подъем ног. Подъем колена. Можно выполнять просто. Сначала делаете прямой три повторения. Потом подтягиваем колено. Три повторения. Опять же, все зависит от того, насколько вы были подготовлены физически. Упражнение нелегкое, скажем так, но эффективное. Чем оно хорошо, что вы много повторений не сделаете. Итак, выполняем каждой ногой по 20 повторений. Здесь у нас гружится мышцы ног, пресса, ну и рук, естественно, потому что мы стоим в напряжении, может, в обратной планке. Следующее упражнение у нас будет скручивание туловища, но не полное. Так как мы выполняем упражнение на коврике, а не на лавке, а не в тренажном зале. Ставим ноги поближе к ягодицам, колени вместе. Руки за голову, подбородок прижимаем. Его обязательно и не отрываем. Для того, чтобы у нас нагрузка постоянно была на абдоминальной области. Приподнимаем туловище, делаем выдох. Возвращаем в обратное положение на вдох, выдох, вдох. Когда вы поднимаете, скручиваете, старайтесь на секунду немного задерживать. Опускаемся, вдох, выдох, вдох. Сильно высоко не поднимайтесь, для того, чтобы не перерастянуть мышцы спины. И полностью не опускаемся, для того, чтобы не было у нас отрицательной нагрузки на поясничные мышцы. Выполняете такое упражнение от 25 повторений до 50. То есть, грубо говоря, это упражнение на сжигание идет. На большое количество повторений. Это упражнение можно усложнить с тем, что вы одновременно будете приподнимать корпус и поднимаем колени. То есть нагружаем сразу в прямые и косые мышцы живота. Колено, допустим, подтягиваем в противоположной руке. Допустим, левое колено, правый локоть. Левый локоть, правое колено. Такое упражнение выполняем от 15 до 30 повторений. Между подходами старайтесь не отдыхать. Подняли, чувствуете, что вам тяжело. Делаем, допустим, более легкое уже просто подъемы туловища. Хороший. Нормально? Можно еще усложнить. Просто держать в висе ноги. Держи в висе. И поднимаем. Поднимай туловища. Сильно колени не подтягивай. Работает. Чувствуешь? Упражнение. Это упражнение можно еще выполнять еще в одной вариации. Вы поднимаете ноги в висе. Держите. И тем самым сразу у нас идет уже нагрузка на пресс. И поднимаем туловище. Делаем скручивание. Можно еще подтягивать, допустим, опускать ноги и подтягивать их. То есть мы делали вариант. Чередовали ноги. Теперь мы поднимаем одновременно их. После того, как вы выполнили, допустим, максимальное количество, которое вы смогли, от 30 до 50, вы обязательно делаете на удержание упражнение секунд на 15-30. Для того, чтобы максимально прожить мышцу. Еще одно упражнение как складочка. Можно его выполнять, допустим, на диване, либо на кресле, либо на полу, на коврике. Старайтесь руками не держаться, не делать никакой упор. Вы руки за головой его перед собой держите. И делайте вот такие вот скручивания, складывания корпуса. Одновременно поднимаем и туловище, и ноги. Либо до касания, либо более частичные. Можно выполнять, сгибая колени. Такой вариант. И прямые, не сгибая, то есть работаем от бедра. Работая от бедра намного сложнее этого упражнения. Подбородок все время прижат. Не отрываем его. И потом задерживаем, опять же фиксируем на статику от 15 до 30 секунд. И завершающее упражнение будет после пресса. Это у нас планка, либо на прямых руках, либо на локтях. Сначала становитесь на прямые руки. Живот втягиваем. Спина слегка округленная у нас. Подбородок прижат. Делаем выдох и держим мышцы пресса в напряжении. Дополнительно можно еще напрягивать. Так же становимся на локти. Если сложно, допустим, стоять на руках, на прямых, становимся на локтях. Так вы больше простоите. Ну, оно такое же эффективное, как, в принципе, и на руках. Просто не нагружается оно в мышцы рук. Для того, чтобы упражнения были более эффективны, старайтесь отдыхать как можно меньше времени между подходами. То есть 15-20 секунд, не больше. Чем меньше будет у вас времени отдыха, тем лучше. Комплекс упражнений выполняете три раза в неделю, через день. Старайтесь, чтобы был между днем тренировок день отдыха, чтобы вы восстанавливались. Хотите выглядеть так же, как Юлия? Подписывайтесь на канал ОКБОДИ и смотрите наши дальнейшие передачи.